Мастерская в Орле Пристанище несчастных парижских кляч Бедных импрессионистов Дом художника Ателье Юга Мастерская будущего Моя идея в конечном счете Создать и оставить потомству Такую мастерскую Где мог бы жить последователь Я не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь Но другими словами Мы заняты искусством и делами Которые существуют не только для нас Но и после нас могут быть продолжены другими С желтым домиком были связаны Самые большие надежды Винсента Поэтому он с нетерпением ждет Приезда Гогена Это положит начало ассоциации Гоген приехал, но его приезд Стал для Винсента началом конца Не последнюю роль в этом конце Сыграли разногласия художников По вопросам об ассоциации У них были расхождения Во взглядах на искусство Но главной причиной было то, что Гоген Развенчал мечту Ван Гога о братстве Ячейке будущего, более счастливой жизни художников И базе искусства будущего Гоген, который сам иногда носился С несбыточными проектами В данном случае отлично понимал Что в обществе, основанном на власти денег Нет места организациям Построенным на возвышенных идеях Товарищества и братства Поэтому он не только отказался От предложенного ему Ван Гогом Вместо главы будущей ассоциации Но и выступил противником этой затеи Таким образом Утопическая идея Ван Гога Потерпела крушение И так опять один Всегда и во всем один В личной жизни В общественной Среди коллег Или в искусстве А Винсент так любил людей Искал их Льнул к ним Он не хотел одиночества Одиночество Достаточно большое несчастье Нечто вроде тюрьмы Поэтому Винсент Всеми силами протестовал Против него Может случиться так Что я останусь Совершенно одинок Но заявляю тебе Я не сочту Такую участь заслуженной Так как по-моему Не сделал И не сделаю ничего такого Что лишило бы меня права Чувствовать себя Человеком Среди людей Ради этого чувства Винсент стал художником Ради этого чувства Стремился создать Такое искусство Которое как огонек Собирало бы вокруг себя людей И несло бы им Свет и тепло Что же он ищет в искусстве Почему он с первых же шагов Заявляет Что пойдет своим Собственным путем Не считая современной школы Винсент видит Что современное искусство Омертвело Что из него Исчезла современность Поэтому он предлагает Вернуться к той эпохе Которое кончилось Лет 20-30 тому назад Тогда, по мнению Винсента Были заложены Основы подлинно Современного искусства Открывателями новых путей Были Миле и Дамье Которые первыми Стали писать крестьянина И рабочим За работой Как героев произведений Изображающих Существенные явления Сцены труда Производственные процессы Отныне Винсент Рассматривает себя Как продолжателя Дела Миле Дело которому Принадлежит будущее И он Рисует и пишет Шахтеров И шахтерок Рабочих в песчаном карьере На улицах В зале ожидания В народной столовой Моряков и рыбачек Крестьян И ткачей за работой Снова крестьян Сеятелей И жнецов И всегда и везде Окружающего человека Природу Поля с хлебами Парижские бульвары Огороды Монмантра Фабрику И фабричные дворы И опять Желтые поля С крестьянами Красные виноградники Море с рыбацкими лодками Сине-черное небо Солнцем И звездами Все его творение Было посвящено Жизни простых людей И природе Еще в голландский период Он пришел К твердому убеждению Что настоящий художник Не копирует действительность А воспроизводит ее На полотне Руководствуясь Своим чувством Поэтому цель художника Научиться рисовать Не руку А жест Не математически Правильную голову А общую экспрессию Движения Например Уметь показать Как землякоп Поднимая голову Когда переводит дух Или разговаривает Короче говоря Показать жизнь В красках Заложены скрытые Созвучия И контрасты Которые взаимодействуют Сами по себе И которые Иначе как для выражения Настроения Нельзя использовать В Париже В краткий период Увлечения импрессионизмом Он на время Оставил эту мысль Его увлекли Представления Импрессионистов О свете И цвете Теория дополнительных Цветов Сюра И синьяка Ореолы И техника Дивизионизма Но и у Умпрессионистов Он прежде всего Подметил Что следует Смело преувеличивать Эффекты Создаваемые Контрастом Или гармонией Цветок Я постоянно Надеюсь Совершить В этой области Открытие Например Выразить чувство Двух влюбленных Сочетанием Двух дополнительных Цветов Их смешиванием И противопоставлением Таинственной Вибрацией Родственных Тонов Или выразить Зародившуюся Мысль Сиянием Светлого Тона На темном Выразить Между мерцанием Звезды Плодуши Блеском Заходящего Солнца Это конечно Не иллюзорный Реализм Но в таком Шедевре Мастера Как Ночное Кафе В Орле Атмосфера Жутко Безысходности Достигнута Главным Образом Благодаря Предельно Напряженной Цветовой Гамме Ему не нравится То произведение Где линии Плохо прочувствованы Это означает В них слишком Мало личного При этом Художник Исходит Всегда Из жизни Из окружающей Его действительности Действительность Вот истинная Основа Подлинной Поэзии Не устает Повторять Ван Гог Я преувеличиваю Иногда Изменяю Мотив Но все-таки Не выдумываю Всю картину Целиком Напротив Я нахожу ее Уже готовой В природе Весь вопрос В том Как выудить Ее оттуда Винсент Видит Что его поколению Не достает Боевого задора И что современные Художники Гораздо менее Бойцы Чем были Например Делакруа И Курбе Современное Ван Гогу Искусство Отказывается Активно Вмешиваться В жизнь Оно не выносит Свой приговор Социальному злу И не поднимает Свой голос Во имя победы Социальной Справедливости Утратил Свой боевой задор И больной Ван Гог Мы вероятно Рождены Не для победы И не для поражения А просто Для того Чтобы утешать Искусством людей Или подготовить Такое искусство Сознание Сознание Своего бессилия И беспомощности В мире Полного хаоса И анархии Сознание Одиночества Даже в узком Кругу друзей Не говоря уже О тех рабочих Людях Которым он Настойчиво Искал дорогу Явилось для Ван Гога Подлинной Трагедии Искусство Которому он Служил Взяло У него Все Я заплатил Жизнью За свою работу И она Стоила мне Половина Моего Рассудка Пишет он В предсмертном Неотправленном Брату письме Смертельный Выстрел Который Раздался 27 июля 1890 года В полях Авера В обширных Бескрайних Полях Которые На последних Картинах Художника Выражали Печаль И предельное Одиночество Был вызван Конечно Очередным Приступом Болезни Или страхом Перед ним Но не следует Забывать Что предельно Измученный И истерзанный Жизнью Винсент Был склонен Видеть Самоубийство Единственную Возможность Протеста Против Жестокого Бесчеловечного Общества Всего Десять лет Насчитывает Творческая Биография Винсента Ван Гога Но за Эти Десять лет Ценой Беспримерного Подвижничества Трудолюбия И самоограничения Ценой Величайшего Опустошающего Напряжения Всех Творческих Сил Он сумел Создать Более Восьмисот Картин И более Восьмисот Рисунков Каждое Из этих Произведений Несет в себе Дыхание Подлинной Жизни Той эпохи Несет частицу Жизни Самого Художника Из письма Брату Подсолнечники Продвигаются Уже готов Новый букет Из 14 штук На желто-зеленом Фоне Эффект Тот же самый Что и в Натюрморте Сайвой И лимонами Который Теперь Находится У тебя Но формат Крупнее Холст Размером В 30 И техника Гораздо Проще Если хочешь Можешь Выставить Там оба Подсолнечника Гоген Был бы рад Иметь Один из них А я хочу Доставить Гогену Настоящую Радость Поэтому Раз он Желает Получить Одну Из этих Картин Я повторяю Ту Которую Он Выберет Вот Увидишь Эти Полотна Будут Замечены Я Посоветовал Был бы Тебе Оставить Их Для себя То есть Для тебя И твоей Жены Это Вещи Которые Меняются В зависимости От того Откуда На них Смотреть И Становятся Тем Красочнее Чем Дольше На них Смотришь Знаешь А ведь Они Исключительно Нравились Гагену А у Каждого Своя Специальность У Жанена Пионы У Квоста Штаг Розы А у Меня Подсолнечники Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор